Привет, ребята, и добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня у нас с вами будет опять за тест обзор на новую косметику, которая у меня появилась совсем-таки недавно. Протестируем с вами желейный праймер от NYX, что-то новое. Я такого, честно говоря, не видела. Также протестируем вот такую вот палетку от Lime Crime. Это, мне кажется, последние и самые свежие выпуски от этого бренда. Давно не было теней Lime Crime на канале. Также, думаю, протестировать вместе с вами оттенок блеска моих любимых блесков от Maybelline Lift Gloss. У меня оттеночек 010 Crystal. Румяшки вот такие вот от Milani в очень красивом таком персиковом освежающем оттенке. Красотища. Также карандаш тоже, по-моему, от Maybelline Tattoo Liner в очень красивом оттеночке Бургундии. Куда-нибудь его тоже придумаем. Короче, намечается интересный такой обзор. Я предлагаю вам сначала посмотреть на свочи всех этих продуктов, которые я запланировала сегодня показать вам поближе. А потом мы с вами перейдем к макияжу. И прежде чем мы начнем, я предлагаю вам подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Они выходят три раза в неделю в 7 утра по Москве. Снимаю как люкс, так бюджет. Американский, российский, белорусский. Просто любой на ваш вкус. Так что всем вам будет очень интересно. Добро пожаловать. И давайте скорее начинать. Так, ребята, у нас сегодня на обзоре вот такая вот палетка Lime Crime. Это все ее хиты за многие годы. И палетка у нас это мини-версия на 8 оттенков. Выглядит она вот таким вот образом. Вот такая вот красота. Тут, видите, даже есть живой рефил, который очень красиво переливается. Ну что, давайте ее посвочим. Здесь на первый взгляд у нас раз, два, три, четыре, пять, целых пять оттенков матовые. И, я так понимаю, здесь два сатина и что-то, я не знаю, по-моему, это как-то секвины называется, когда вот в матовом оттенке заложены еще блестки. Их здесь, конечно, очень-очень много, но как они будут приклеиваться к веку, это, конечно, еще тот вопрос на самом-то деле. Ну, давайте посвочим. И вот так вот у нас выглядит первый ряд. Матовые все супер насыщенные. Вообще никаких претензий к ним нет даже на свочах, даже на пальцах. Я это все вижу прекрасно. И вот здесь вот такой вот сатин, который типа персиково-розовый что ли. И в втором ряду у нас вот такие вот оттенки. Ну, видно, да, вот здесь вот блестки, безусловно. Очень такое все нюдовое. Единственное, вот этот вот красивый такой темный оттенок, темной бургунди. Так, ребят, ну вот и свочи палетки. В принципе, вот реально прям очень такая она нюдовая. Конечно, интересно, как будет работать вот этот вот оттенок Боттичелли. Самый темный, потому что он очень сухой в палетке. Самый сухой. Вот эти блестки, интересно, вообще выживут они или нет. Вот эти вот дуохромы. Тоже красивые. Ну, такая вот, не знаю, по мне очень такая повседневная, милая палетка. Оформление, конечно, выше вообще всяческих похвал. Очень-очень красивое. Такс, ребят, вот я принесла еще одинону Кранбери. Почему-то мне показалось, что они очень-очень похожи. Вот какие-то оттенки есть, которые прям вот мне что-то напоминают, судя там по свочам и по всему остальному. Поэтому я предлагаю сейчас сделать свочи двух палеток. Ну и, в принципе, посмотреть поближе, если хотя бы, знаете, просто что-то по оттенкам напоминающее. Потому что, не знаю, как-то у меня прям очень ассоциируется вот этого гамма с вот этой палеткой. Такс, ребят, вот сверху Наташа Динона. Тут, конечно, она сияет вообще в разы. Но, знаете, как-то, не знаю, вот эти вот оттенки мне напомнили Lime Crime больше. Lime Crime гораздо спокойнее. Гораздо, что ли, нюдовее. Здесь больше коричневых. А Кранбери, она вообще вся такая праздничная больше палетка. Ну, вот такие вот сравнения получились. Также хочу вместе с вами посмотреть, как работает этот праймер, который хвалила сама Гуар Аветисян. Это, вроде как, какой-то, не знаю, гелевый желейный праймер от NYX. Он абсолютно прозрачный в банке. Вот он. Давайте его посмотрим. Ой-ой-ой. А на деле это получается просто откровенное желе. У меня такого никогда еще не было. Такое вот желе очень такое противное на ощупь. Ну, вроде как, знаете, этот праймер должен обладать клейкой такой поверхностью, на которой любой тональный будет не съезжать, держаться просто как прибитый. Ну, в принципе, я сейчас растворяю это желе. Вроде бы норм. Попробуем с вами макияж вот такую вот желейку. Также хочу вместе с вами попробовать этот карандаш от Maybelline Tattoo Liner. Это карандаши для глаз. У меня в оттеночке 942 Berry Rich Berry называется. Он, в общем, вот такой вот красненький под цвет футлярчика. Под цвет самого карандашика. Тоже попробуем сегодня в макияже. Также хочу вместе с вами попробовать вот такие вот румяна от Milani. Они запеченные. Коралловые, персиковые. Прям очень-очень красивые. Я обожаю вот эту вот запеченную формулу. Очень красиво она выглядит. И, в принципе, смотрите-ка, достаточно пигментированные румяна. И напоследок хочу вместе с вами протестировать тоже вот такой вот блеск от Maybelline. Моей любимой серии Lifty Gloss в оттеночке 010 Crystal. Я обожаю эти блески. Этот уже, я так понимаю, больше с каким-то перламутром. Бронзовый и в нем есть блестки. В общем-то, вот такая косметика у нас на сегодня. Давайте переходить к нанесению. Так, ребят, я предлагаю начать, наверное, с вот этого праймера от NYX. Называется Bear With Me. Это питательный желейный праймер. Я, честно говоря, думала, что это просто, типа, какой-то, ну не знаю, гелевый крем. Но, таково же были мои просто удивления, когда это смотрится абсолютно как желе. У, на вид это очень непрезентабельно. Но, вроде как, по слухам, Гуар очень любит этот праймер наносить под тональный крем, чтобы тональный крем на него прям-таки прилипал. Тут, вроде как, должна быть очень-очень классная такая липучесть от этого праймера, созданного на коже. И на него должен просто фантастически сложиться тональный крем. Очень интересно. Он прям стекает у меня, кстати, с руки. И он уже похож все-таки на желейку. И он прям... Ах, он даже упал мне на стол. Ладно. Давайте попробуем нанести его на лицо. На одну сторону. Пахнет обычно, вот прям вообще. Напоминает, кстати, даже... Отдушку кремов Lancome. В кремах такое я не очень, честно говоря, но почему бы и нет, как праймер для лица. Да, вот получается от рук он становится более такой водянистый. И пока я думаю, что мы с вами будем красить глаза, с лицом должны произойти какие-то супер-пупер изменения, и мы с вами потом заценим эту красоту. Посмотрим, как ляжет тональный. Все кожа немножко от него горит, видимо, где-то у меня, знаете, есть какие-то, не знаю, там, микро-повреждения, и вот в них немножко это все начинает гореть, честно говоря, как-то не очень. Ладно, давайте переходить к глазам. Сегодня у нас на обзоре вот эта вот шикарнейшая палетка от Lime Crime, как давно не было, с лета не было видео Lime Crime на канале. Я очень люблю эти тени, и это, я так понимаю, все хитовые оттенки, которые удалось запихнуть в эту шестерку. Безусловно, очень-очень красивое оформление, нереальное. Но перед этим я бы очень хотела бы еще попробовать вот такой вот карандаш от Maybelline, он называется Tattoo Liner, и у него оттеночек 942 Rich Berry. Насыщенная ягода, и я хочу его, знаете, как подложку нанести, чтобы какие-то, не знаю, есть два красных оттенка, один вот такой вот темный, и еще ниже красный есть. Хочу что-то прям очень насыщенное сделать давненько-давненько. Я все с нютом хожу каждый день по делам, поэтому это очень-очень хочется. Кстати, вот на руках, где у меня был вот этот праймер, он реально очень липучий, и вот даже на лице я это сейчас ощущаю. Так, я, наверное, как обычно сейчас сделаю себе подложку. Очень красивый, кстати, оттенок. Возьму плоскую кисть и буду набирать оттеночек, который я бы хотела во внешний уголок нанести. Это вот такой вот оттеночек Боттичелли, тут все на итальянский манер, боже мой. Ох, очень пигментированно набирается, просто должен быть, я думаю, огонь на глазах. Так, давайте смотреть. Да, безусловно, просто огнище какое-то на глазах у нас. Очень пигментированные тени. Немножко возьму оттеночка Inblom и хочу им немножечко подтушевать границы, потому что я не стала этого делать сначала. Как-то очень захотелось быстренько перейти к теням. Немножко возьму пушистую кисточку и этот оттеночек Боттичелли разнесу в складку. Он при растушевке дает прям такой розоватый оттенок. Неожиданно как-то вот реально розово больше вылезло. Я просто хотела дальше наносить красный оттенок Вина, с которой. Ну, что-то теперь не знаю, что еще сюда можно нанести. Вот Inblom очень тоже красивый. Если вот так вот их вместе с Боттичелли, то прям прикольно должно смотреться. И здесь есть всякие сияшечки, очень-очень такие миленькие, которые я бы тоже хотела попробовать. В принципе, они, вот эти две сияшки, они практически одинаковые. Все какое-то розово-золотистое, но очень приятное. На ощупь, ну, кстати, вот не знаю, на свочах я вообще не вижу никакой разницы. Но все-таки вот красный, наверное, не знаю, в какую-то совершенно другую сторону идет. Поэтому ладно, пусть у нас будут лучше ягодные какие-то смоки. Давайте тогда возьмем следующий оттенок Inblom и попробуем его нанести на переход. Смешать немножко его с этим Боттичелли. И поверх я хочу набрать оттеночек Shell. Это вот такой вот очень легенький такой дуахромчик розово-золотистый. Который, кстати, на глазах смотрится больше каким-то персиком. Не знаю, честно говоря, вот этот вот сатин, он как-то наносится полупрозрачно. Хотя у меня там даже там у меня была нанесена матовая база, да, в виде теней. И вот все равно мне кажется, что как-то полупрозрачно это все наносится. Давайте тогда еще один оттенок попробуем. Второй шиммер это вот этот. Попробуем нанести его во внутренний уголок. И вообще, кстати, посмотрим, есть ли в них какая-то разница. О, этот, кстати, более розовый дает. Ничего себе, я думала, что предыдущий более яркий, но нет. И тогда сейчас вот я его прям, знаете, полировываю в кисть. И он очень-очень красиво смотрится. Офигеть. Видите, он, кстати, нам может спасти вообще всю ситуацию. Сейчас я им все это дело покрою. Ну, потому что первый очень сухой. Он не дает вообще никакого, знаете, блеска, ничего. Вот этот вот уже гораздо лучше. Честно говоря, хочется сделать, знаете, прям такое веко. Очень насыщенное бордовое нижнее, я имею в виду. Поэтому я, наверное, разнесу этот карандаш еще подальше. Очень красивый этот оттенок. Огнище просто у карандаша. И вот этот оттенок Боттичелли запечатаю им карандаш. Ох, посмотрите, какое насыщенное веко обалденное получилось. А вот этот вот оттенок Этериал, который мне очень понравился, я его нанесу тоже вот здесь вот на нижнее веко. Вот так вот, знаете, по гамме мне прям этот макияж начинает напоминать мою любимую палетку от Наташи Диноны Кранбери. Хотя здесь как бы сатиновые тени больше. Ну, вот что-то ягодное мне удалось получить. И давайте перейдем ко второму макияжу. Здесь я хочу больше, не знаю, какого-то коричневого что ли нанести. Здесь вот есть оттеночек Дивайн. Возьмем его в складку. Если он прям будет очень-очень холодный, тогда что-то потеплее наберем. Но пока он пусть будет у нас в складке. Очень насыщенный такой коричневый оттенок. Также на нижнее веко нанесу, он нам поможет все потом в дальнейшем растушевать хорошо. Очень красивый вообще оттенок Дивайн. Просто amazing. Дальше здесь есть оттеночек Mud. Такой городевой оттенок, который тепло-тепло-коричневый. Давайте его попробуем набрать. Убирается просто космос. Им заложим внешний уголок. Даже вот посмотрите полу пушистой кистью, как нанесся оттенок. Попробую еще больше его наслоить плоской кисточкой. Вау, просто круто. Наносится вообще как пигмент. Очень-очень классно. И здесь дальше есть оттеночек Fresco. Это вот такой вот коричневый оттенок, который с золотыми вскраплениями. Здесь их очень-очень много. Вот так вот, видите, коричневые. А на свочах мы с вами видели, что там очень-очень много золотых блесток. Я вот сижу сейчас и думаю, как мне так и сделать, чтобы нанес этот оттенок с кучей этих блесток. Я хочу их видеть в своем макияже. В принципе, я придумала. Нанесу просто, знаете, на обычные кремовые тени. У меня сейчас от Pico. Я нанесу их вот сюда. Они, конечно, тоже с блестками. Ну и отлично. На подвижный век. Куда я хочу нанести этот оттеночек Fresco. И сейчас мы с вами будем пробовать наносить. Так. О. Что-то появляется. И почему-то появляются, короче, не золотые блестки, а еще и розовые. Что происходит вообще? В принципе, мне удалось перенести эти блестки. Я потом вам поближе покажу, как это выглядит. Но, знаете, это не смотрится как будто бы влажный какой-то эффект. Честно говоря, это больше смотрится как что-то сухое, которое мне пожевало века. Когда здесь вот оно смотрится больше гладким, а вот здесь вот скукоженным. Давайте нанесем оттенок Shell, который мне не понравился на подвижном веке. Все-таки, наверное, он оттенок хайлайтера больше вот этот вот крайний во внутренний уголок. Хотя вот он тоже. Посмотрите, какой. В палетке он смотрится больше таким каким-то золотистым. На глазу он смотрится персиковым. Давайте попробуем. По максимуму возьмем оттенок Venus и попробуем нанести его аппликативным движением, вот этот красный, на нижнее веко. Посмотрим, что из этого получится, если мы не будем наносить базу. Боже мой, как он набирается. Вау. Ну, кстати, вот так вот на глазу мне. На камере он красный, а вот в жизни он какой-то больше кирпичного выдал мне. Макияж такой немного странноватый у меня получается. И на камере прямо это все гораздо краснее почему-то, чем в жизни. Так, у нас праймер реально подсох, и все-таки его нужно наносить, конечно, таким способом потоньше слоя, чтобы было, знаете, потому что у меня даже вот я сидела пять минут, и я все равно заметила, что есть у меня толстые такие слои, которые все еще вот в этой желейной штуке делают мои щеки. Я вообще не поняла, потому что, что происходит. А это был праймер. Так, ну давайте пока нанесем тональный. Мне очень интересно, как он будет работать. Я знаю, как вот этот тональный работает. Но тон у меня, вот этот коллаген от Enough, он очень увлажняющий. Поэтому, на самом деле, интересно, как он будет на липком праймере. Я выдавила на руку, потому что боюсь, что все сейчас позастынет. Набрала на свое спонжное яичко. И давайте смотреть. На самом деле, мне кажется, этому крему нафиг вообще ничего не надо, потому что он сам по себе молодец. Но ради эксперимента почему бы и нет. То есть, получается, что я сейчас к липкому, знаете, как скотч. Когда хочешь ворсинки от жертв, когда хочешь одежду от ворсинок собачьих очистить. Вот реально, мне кажется, я как-то прям его вот так вот прибиваю к этому праймеру. В принципе, как бы, знаете, сколько я выдавила на руку, мне практически этого хватило. То есть, я не могу сказать, что, знаете, я прикладывала к этому праймеру спонж, и он прям все впитывал в себя, что приходилось еще-еще давить. Нет, такого не было. То есть, крема мне, в принципе, хватило, сколько я его себе и выдавила. Немножко я его поддавила себе на руку чуть, чтобы лоб подкрасить. А так, в принципе, норм. Давайте тогда я сейчас доделаю макияж глаз. У нас с вами останутся еще румяшки на тестирование, блеск для губ, так что оставайтесь со мной. Так, ребят, я практически доделала макияж, и я еще нанесла вот этот вот карандаш, который для глаз, тату-лайнер в оттенке 942 Rich Berry на губы. И, как вы видите, лег он проплешинами, то есть где-то вот темнее. Верхняя губа почему-то вообще у меня очень светло получилась, но я думаю, что это, в принципе, не критично, потому что мы с вами будем наносить еще блеск для губ. Губ от Maybelline, я обожаю эти, лип и эффектор, боже мой, лифт и глоссы, вернее, я путаю уже их. У меня в оттенке 010 Crystal, и это прям что-то такое бронзовое бронзовое. Очень интересно, как оно все будет смотреться на вот таком вот цвете губ. Собственно, вот так вот у меня получилось. Конечно, очень видно, что отличается цвет верхней губы от нижней. Нижняя получилась более такая насыщенная, и там прям блестки. Очень-очень видно такие золотисто-бронзовые. Конечно, изумительный эффект дает этот блеск, я это просто обожаю. Давайте нанесем еще румяна, совсем про них забыла, и посмотрим, что у нас получится. Румяна это от Milani, здесь у меня какой же это оттеночек. Что-то здесь никакой информации нет. Ну вот, в общем, вот такой вот он коралловый, и это вроде как запеченный румяна. Давайте посмотрим, как они набираются. Набираются, кстати, хорошо для запеченной формулы. И, смотрите, они достаточно пигментированные. Сейчас попробуем растушевать. В принципе, растушевывается тоже, мне кажется, неплохо. Но их прям вот нужно совсем чуть-чуть. Я все-таки, видите, привыкла, что это такой продукт запеченный, и что он, типа, может как-то долго там набираться, чуть-чуть-чуть. Поэтому, когда он набрался вот так вот и нанес, то немножко это, конечно, стоит под успокоить. А так очень красиво, мне кажется, освежающий оттенок. Он мне как минимум под уголок глаза вот этот подходит. Давайте посмотрим поближе, что у меня получилось, потом обсудим поподробнее все, что мы сегодня попробовали. Так, ребята, давайте я вам расскажу свои впечатления от всего того, что мы сегодня с вами попробовали. Расскажу свои отзывы. В принципе, тональный крем смотрится весьма-весьма классно. И мне кажется, прикольно все-таки штука. Вот этот вот джили праймер от NYX. Он немножко мне пощипывал сначала. Я уж хотела про него плохой отзыв говорить, но нет, вроде потом это желе нормально сработало. То есть прикольно, например, для какой-то жирной кожи, с которой все скатывается. Я вот так вот думаю, просто сползает тональный. Вот этот вот тоже, он очень-очень питательный, увлажняющий. Он тоже спокойно, мне кажется, может в жару плыть. И, кстати, это классная, наверное, штука для того, чтобы мне не покупать себе новый тональный. Я могу просто попробовать воспользоваться вот этим. и прекрасно пользоваться вот этим кремом. Я надеюсь, что ничего у меня ниоткуда не скатается. И все будет вообще прекрасно. Так вот, по ощущениям, все очень классно сидит, учитывая то, что сейчас жарище. Вот, я не чувствую, что у меня что-то прям потеет, знаете, и скользит просто тон с лица стирается. Нет, такого абсолютно нет. Так, давайте про вот этот вот карандаш, который я нанесла еще и на губы. На губы, конечно, такой себе вариант. Вот классный цвет, видите, внизу, но на верхней губе почему-то фигово. Он смотрится ненасыщенно, а как подложка под тени, очень даже, мне кажется, неплохо. Очень яркий. Посмотрите, какие макияжи у меня получились вот этой стороны, где я наносила оттеночек Боттичелли из палетки Lime Crime. Очень-очень красивая палетка. Мне она безумно нравится. Вот так вот с виду вроде бы что-то розовое, красное, но на самом деле здесь больше опций. Даже вот что-то коричневое у меня получилось. И я очень люблю такое сочетание на глазах, как на вот этом глазу. Мои самые любимые, наверное, макияжи это были с кранбери от Наташи Диноны, и поэтому я, конечно, безусловно, тащусь от того, что у меня получилось. Другой момент, хочу сказать я вам, что здесь у нас только два сатина. Два сатина примерно одинаковых на свочах, но совершенно разных. Здесь есть сатин, который больше персиковый, как на вот этом глазу, внутреннем уголке. Также есть абсолютно как будто бы такой же сатин, но который уже на глазу смотрится как розовый. И вот это, конечно, невероятно, потому что, ну вот, реально они смотрятся практически одинаково. Все остальное здесь у нас матовые оттенки. Есть еще такой оттенок, мне кажется, он секвин называется, когда в матовом есть блестки, и их тут дофига. То есть это не просто для того, чтобы тени классно тушевались, а это еще типа, якобы, возможно, да, приделать глаз. Я наносила их на кремовые тени, и, конечно, я вижу какие-то блестки, то есть что-то где-то есть. Но я бы вот опять-таки сказала бы вам, что это не любимая моя формула. Такая формула была, помните, в Bloodlust, в том оттенке, который типа черный или такой прям очень-очень темный баклажан, и в нем были розовые блестки. Я тогда просто замахалась хоть как-то, чтобы это смотрелось. Не знаю, вот серьезно, мне кажется, что эта формула устарела, потому что сейчас можно любой пигмент притоптать. То есть берешь, там, хочешь вот этот коричневый, да, сверху какой-нибудь пигментик, отдельные блестки, и вообще прекрасно. То есть не нужно заморачиваться, вот так вот мучиться, переживать. И мне кажется, кстати, что они как будто бы их стало больше в складке, то есть они туда перекочевали, чем на подвижном веке. То есть это вообще какую-то я работу сделала, такую, что зря я ее сделала. Собственно, в подвижном веке есть они, конечно, но их не очень много. Прикольная палетка, как бы вообще к матовым просто никаких вопросов нет. Здесь вот сатины. Почему сатины? Почему нельзя было сделать что-то классное, как в Прелюдии Хрома, где там реально обалденные шиммеры металлические? Не знаю, не понимаю, почему. В принципе, как бы основное, да, мне понравились матовые, очень красивые, да и в принципе вот эти сатины, они имеют право на жизнь, благо они здесь хотя бы до Ахрома. Это прям спасибо. Ну и касательно румян. Румяна от Милани очень-очень пигментированы, поэтому нужно быть осторожнее. Но очень прекрасный оттенок, мне кажется, на лето, вот под какие-то такие макияжи вообще почему бы и нет. Про блеск я вообще не успеваю говорить про них, потому что, ну, это такие классные блески, это просто невозможно. У меня был до этого 0.02, который называется Ice. Он подходил вообще подо все. Здесь уже как-то, знаете, больше цвета в этом блеске. Но все равно они такие классные, они такие красивые губы делают. Я просто тащусь. Пишите ваше мнение в комментариях по поводу всего того, что мы сегодня попробовали. Хотели ли вы вот такую палеточку от Lime Crime, или у вас есть все 50 палеток, которые были до, и оттенки с которых запихнули вот в эту малышку. Мне будет очень интересно. Ну а на сегодня у нас это было все. Спасибо, что были со мной. Увидимся в моем следующем видео. До скорой встречи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok